Ученые Казанского университета совместно с международной группой исследователей выяснили, как распределяются ресурсы и благоприятные участки для обитания между различными видами моллюсков в Арктике. О том, грозит ли им вымирание, смотрите прямо сейчас. Согласно классической экологической теории, если виды живых организмов одинакового размера, образы жизни и живут на одной и той же территории, то между ними неизбежна конкуренция и в конечном итоге более слабый вид может вымереть. Но ученые Казанского университета доказали обратное на примере головоногих моллюсков, обитающих в Арктике. Научные результаты исследований представлены в журнале Scientific Report. Харктические экосистемы, они серьезно недоизучены, причем некоторые даже важные, казалось бы, группы с точки зрения их положения в экосистеме и так далее, они очень мало исследованы. Ну вот, например, когда мы только начинали исследовать головоногих моллюсков, практически не было известно, что в Арктике думали, что это одна из минорных групп. Практически никакой роли у них нет, но сейчас, как было выяснено, с наших исследований многие виды занимают очень важное трофическое положение, являются там или сверххищниками среди беспозвоночных. Изучили три вида моллюсков – рассеемю лири, пальпеброса и мегаптера. А именно и хитиновые клювы, поскольку хитин своего рода архив всей жизни организма. Они вырезаются для анализа содержания стабильных изотопов. Вот у нас углерод из базы курса химии. Углерод же 12 масс, а азот масс – 14. Стабильные изотопы – это азот-15 и углерод-13. И вот именно они более избирательно, лучше усваиваются живыми организмами из диеты. То есть даже говоря, вот люди, вот мы там что-то едим, да, у нас в первую очередь усвоятся вот эти тяжелые изотопы. То есть углерод-13 и азот-15. Так, с помощью анализа стабильных изотопов можно узнать место организма в экосистеме. Ученые выяснили, что между этими тремя видами моллюсков есть определенные отличительные черты, которые на самом деле исключают конкуренцию. В микро какие-то параметры у них расходятся, там, образ жизни. Некоторые из них мигрируют, а некоторые нет. То есть это, кажется, вот в этом разница. То есть какие-то из них в антогенезе начинают мигрировать, какие-то всю жизнь остаются на одном месте. У каких-то видов там конкурентные преимущества имеют крупные самки, а у других там, допустим, наоборот, самцы или оба пола находятся в равновесии. Потом диета у кого-то там преобладает ракообразная, у кого-то рыба. Таким образом, вымирание видов из-за конкуренции исключено. По словам ученых, такие отличительные черты между организмами невозможно определить невооруженным глазом, а только такими тщательными методами. И в целом изучение экосистемы Арктики очень актуально. Именно здесь сильнее всего проявляются изменения климата, в частности, глобальное потепление. Диана Желенкова, Фаридзе Хитоглы, Универньюс.